здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале мы снова отправляемся с вами на рынок на этот раз я нахожусь в абонатермо в абонатермо рынок проходит каждую неделю в среду с 8 30 до 12 30 сегодня я нашла вот такие юбки это абсолютное новшество на рынке таких юбок не было эти юбки очень красиво смотрится с белой рубашки на самом деле это сложно представить себе но я показывала подобные образы на витринах в прошлом году есть марки которые специализируются на выпуске именно таких юбок и если они выполнены из дорогостоящей ткани например шелковой парчи а именно из такой ткани они смотрятся лучше всего то есть ткань должна быть жесткой эти юбки действительно выглядят очень фэшн повторюсь белой футболкой с белой рубашкой получается очень красивый образ образы с этими юбками можно составить очень яркие их единственный недостаток в том что по большому счету носить их можно либо с черной водолазкой либо как я уже сказала с белой рубашкой с белой футболкой но образы получаются очень красивые сейчас такие юбки можно купить в том числе и на рынке давно хочу себе джинсовый комбинезон я поняла что мне уже давно требуется одежда для съемок отличная от спортивных костюмов которые я на самом деле очень люблю и которые ношу слишком часто но вот как раз таки и джинсовый комбинезон это то что я присматриваю и куплю скорее всего себе именно на рынке очень много появилось вот таких пуховиков вы знаете они были представлены например в манго эти пуховики с такой ромбовидной простучкой смотрится очень и очень неплохо таких вещей раньше не было эти вещи сейчас тоже можно купить на рынке цена этого пуховика 49 евро он на синтепоне выполнен как вы видите не очень аккуратно не совмещены швы там где ромбы кстати цена 49 евро эта цена уже со скидкой по всей видимости этот пуховик стоил еще дороже но на самом деле красная цена для него это как раз таки 49 евро потому что я его примерила и могу сказать что пока он висел он нравился мне больше когда я его примерила я поняла что мне не хватает вот этого знаменитого объема поэтому если вы присматриваетесь к таким вещам эти вещи должны быть объемными то есть они не должны быть куцеватыми как я люблю говорить до того как я примерила я даже подумала купить себе такой пуховик потому что я постоянно мотаюсь по поездам и в особенности съемки на именно рынке требует того что свою одежду ты вешаешь и кладешь куда придется и когда даже на асфальт потому что но не всегда оборудованы примерочные либо они заняты и ты торопишься и могу сказать что подобная вещь в более скажем так аккуратном исполнении с рынка меня бы вполне устроило у нас появились уже посмотрите летние босоножки сандалии на рынке на самом деле рынок начинает заполняться в том числе и весенним ассортиментом и я уже много раз рассказывала что сандалии это наше все здесь в италии сандалии очень любят и в италии сандалии со стразами с большими стразами с большим количеством больших стразов это то что всегда будет популярной действительно эта обувь раньше была мне непонятно только когда я стала жить в италии я увидела заметила что это действительно потрясающе эффектно выглядит прежде всего в солнечные дни когда что-то на твоих ногах искрится и переливается это очень красиво появились у нас также юбки в бельевом стиле я тоже много раз обращала внимание своих зрителей на то что юбки которые были на пивике популярности примерно три года назад в складку а также юбки плесе они популярны всегда в италии всегда в италии любимые итальянками итальянкам нужно отдать должное как только становится тепло они действительно охотно носят и юбки и платья брюки это скорее зимняя одежда всего того что холодно появилось огромное количество в том числе юбок в бельевом стиле платье в бельевом стиле они всегда были популярны в италии никогда из моды не выходили не стала я примерять этот более объемный пуховик тоже ромбовидная прострочка чем цена чуть выше стоит он сейчас 69 евро стоил насколько я поняла в магазине либо до скидок потому что тоже новая коллекция поэтому вряд ли речь идет о скидках именно потому что продают на рынке стоит чуть дешевле посмотрите он стоил 102 евро и эта марка действительно представлена в магазинах и могу сказать что этот пуховик скорее всего из-за того что у него такой некий бочковатый силуэт скорее всего при примерке смотрелся бы гораздо лучше повторюсь эти пуховики с ромбовидной прострочкой в италии очень популярны и они очень эффектно смотрятся на рынке всегда можно было найти неплохие джинсы единственное что эти джинсы стоят примерно столько же сколько они стоят масс-маркете и за джинсами я бы однозначно отправлялась более комфортные условия примерки мне традиционно нравятся джинсы в манго и не вижу смысла покупайте искать себе джинсы именно на итальянских рынках а вот что можно посмотреть так это широкие брюки они действительно появились брюки палаццо широкие брюки прямого кроя в большом количестве в том числе и на рынке за адекватные деньги учитывая что состав ненатуральный цвета красивые почему бы и нет абсолютная находка сегодняшнего выпуска это вот такой пуховик за 100 евро он очень аккуратно сделан у него красивого цвета подкладка очень красивый фасон боковые разрезы которые к тому же закрываются на заклепке все выполнено очень аккуратно я не сразу поняла что это фирменная вещь это тот редкий случай когда на рынке ты действительно за небольшие деньги можешь купить фирменные вещи очень часто это происходит потому что многие небольшие магазины они в том числе продают свой ассортимент и на рынке это как раз таки тот случай кстати вот такие внутренние бретели которые позволяют в случае если становится жарко носить пуховик будь то длинный пуховик либо короткая куртка как рюкзак это очень функционально очень удобно по себе знаю это очень удобно по себе Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вещи, которые вы сейчас видите на своих экранах, перевозятся в огромных пластиковых прозрачных, очень часто прозрачных пакетах, либо черных пакетах, они с человеческий рост, соответственно, все вещи лежат там достаточно неаккуратно, очень сильно помяты. Но если попасть на начало ассортимента, на начало завоза, то действительно можно найти вещи по небольшой цене, очень хорошего качества, в прекрасном состоянии, которые еще не, скажем так, повреждены пребыванием на рынке и тем фактом, что их трогает огромное количество рук, очень часто вещи тянут, вытягивают, все это повреждает вещи. Посмотрите, нашла трусы за 16 евро, которые можно было купить за 1 евро. Нашла также ремни, эти ремни я вам уже показывала, они потрясающе сделаны, их стоимость 35 евро, есть любые цвета. Эти ремни вы можете найти как в Абонатерме, так и подобный лоток в один из дней представлен также в Падуе. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все, я с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова, желаю всем хорошего настроения, прекрасного дня, очень скоро увидимся, всем пока-пока. Продолжение следует...